Люди, я думаю, этого давно ждали. Мы не хотим каких-то глобальных перемен. Нас устраивает то, что на сегодняшний день есть. Понятно, что нужно работать в определенных вещах. Какие-то проблемы, они всегда возникают. Это рабочий момент. У нас есть все основания для поддержки действующего президента. Мы очень гордимся, что Владимир Владимирович Путин имеет большой авторитет в мире. Россию стали уважать, считаться с ее мнением. Шел служить в Советском Союзе, а вернулся уже в Россию. И помню, как границы нашей Родины не охранялись тогда. Даже, как мне сказали, что не было керосина, чтобы летали самолеты. Когда был действительно развал армии, развал страны. Как было все, что по талонам колбаса была, что очереди в магазины. Мы помним, как это было. Мы помним, когда не было охраны в музеях, когда не было освещения в музеях. Сейчас, конечно, нельзя за день решить всю задачу. Но то, что есть стратегии развития страны, то, что мы понимаем, что у нас музеи находятся под охраной. Идет широкая грантовая политика, которая позволяет развиваться и федеральным музеем, и региональным музеем. Для меня неожиданностей не было. Было просто затянувшись ожидания того, что он такой шаг предпринял. Ты принял и хорошо. Правильно сделал. Здесь расстокоились. Будем спокойно работать на выборы марта. И будем спокойно работать для того, чтобы президент и дальше принимал верные решения. Поскольку Владимир Путин уже четвертый раз выдвигается на пост президента, то я, в общем-то, не жду никаких сюрпризов. Мы достаточно хорошо знаем Владимира Путина. За эти 17-18 лет мы его изучили. И я не думаю, что в очередной срок будут какие-то сюрпризы. Мы увидим того Путина, которого мы видели в течение 18 лет. Нравится кому-то это или не нравится. Путин-период – это процесс модернизации в России. И это не новый вопрос. Это вопрос модернизации в прошлом, настоящем и в будущем. Я тебе хочу сказать, что поддерживаю кандидатуру, так как при нем экономика Российской Федерации и в целом Российская Федерация идет по правильному курсу. И в случае победы Владимира Владимировича Путина, я думаю, что этот курс продолжится. Сравнить, когда он взял в 2000-х, в нулевых, так называемые годы, страну, принял ее со всеми проблемами. Это разрушенная армия, разрушенная экономика, разрушенные, точнее, абсолютное отсутствие социальной, общественной, внятной политики, общества. Люди в целом не понимали, как жить, кем они должны быть, и особенно молодежь.